Видел Афган, старший брат прошел с Фагнером, в Сирию царь, и уткнувшись в ладошки, заплакала мать, когда младший решил Украину спасать. Их братства становятся все больше, их дружба крепче. А вместе эти мужчины, ветераны боевых действий Афганистана, Чечни, а теперь специальные военные операции. Лапта, городки, футбол, в спортивной программе даже сдача норм ГТО. Причем и для тех, кто после участия в боевых действиях остался инвалидом. В свои 40, а то и больше, они сдают нормы на золотой значок. По крайней мере, двоим такой значок будет точно вручен. Это, конечно, сложно. Вот сегодня с нарушением верхних конечностей. И он сегодня 600 метров, которые должен в обязательном порядке сдать. Он выполнил даже лучше. Если, например, на золотой знак надо 5,50, 5 минут 50 секунд, он сделал 5,07. Это настоящий пример для других, особенно для молодежи, отмечают участники СВО. Многие пришли просто поддержать своих, находясь дома в отпуске. Кто был там, один раз, два раза, не важно, даже один раз, если был там, то есть ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому, ценить людей. Соответственно, дружбу ценишь абсолютно все. И как-то ближе, ближе, ближе к людям начинаешь. Еще ближе. Как выразиться правильно, даже не знаю. То есть поэтому мы здесь и там все вместе, дружно. Выступления юных кинологов, настоящая полевая кухня и футбол. Подобные соревнования первые, но далеко не последние, уверены организаторы. Каждый год, я думаю, что это будет правильная идея, чтобы собираться так, потому что в ближайшее, надеюсь, время много ребят вернется оттуда и наши ряды пополнятся. И будет уже не 50, наверное, а 500 уже человек будет. Нам очень важно встречаться, потому что мы стали такими родными людьми. И, пожалуй, еще одна важная задача этой спортивной встречи. Скрывать это никто не собирается. Воспитание духа патриотизма в молодом поколении, как бы это пафосно не звучало. Татьяна Голубева, Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.